МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого мытищенского информационная программа «День» в студии Аллы Сталаева. Коротко о главных темах выпуска. Рабочая комиссия дня ЖКХ обсудила концепцию застройки трех микрорайонов в Леонидовке и другие важные вопросы. Смотр готовности аварийных бригад и их оснащение спецтехникой состоялся на территории мытищенской теплосети. Это же многолетний труд приводить в порядок хозяйство коммунальное и в домах, и внешней теплосети. Охрана учреждений образования – это особая задача для представителей Дневедомственной охраны округа. Стоять, полиция! В 10-й школе городского округа Матища состоялось окружное родительское собрание. А теперь об этом, но многом другом, более подробно. В четверг рабочая комиссия дня ЖКХ обсудила концепцию застройки трех микрорайонов Леонидовки, реализацию программы капитального ремонта в текущем году, а также рассмотрела список дворовых территорий, которые будут модернизированы в 2018 году. Кроме того, участники совещания посетили поселок Поведники, где ознакомились с итогами благоустройства территории, прилегающей к одному из многоквартирных домов. Жители дома 11 в поселке Поведники теперь с гордостью встречают гостей. В конце сентября на придомовой территории завершились работы по благоустройству. Этот двор стал одним из двух победителей конкурса, проводимого на портале Добродел. Модернизация заняла один месяц, на ее реализацию потрачено более 5 миллионов рублей. Мы особенно довольны тем, что полностью заасфальтирована территория перед домом. Очень плохой был асфальт, и люди жаловались на то, что плохо она заасфальтирована. Также произведено комплексное озеленение территории. Безусловно, вот та детская площадка, на которой мы сейчас находимся, она пользуется популярностью не только у детей нашего дома, но и из соседних домов приходит, конечно, потому что она более современная, чем те площадки, которые есть сегодня у нас в поселке, в поведнике. Члены рабочей комиссии удостоверились в том, что жители результатами довольны. Кстати, вторым победителем этого конкурса стал двор на улице Колпакова. Продолжилось заседание в здании администрации. В рамках концепции застройки микрорайонов 36, 36А и 37 участники встречи обсудили создание сквера в охранной зоне линий электропередач. Участок площадью 17 гектаров необходимо расчистить и подготовить для дальнейших работ. Значит, наша задача тогда в следующем году, осень, его сделать. А ничего здесь сложного нет. Дорожки, тротуары в плитке, и смотрю там, ну посадки какие-то. Только повнимательнее, там, где лэп проходит, крупные меры не сажать, надо там помелочить что-нибудь. Татьяна Николаевна все это знает, и все объекты благоустройства, которые предполагаются на данном участке, они вынесены за... Детские площадки за пределы лэп. Да, совершенно верно. Следующий вопрос касался работ по благоустройству дворов на 2018 год. Александр Казаков подчеркнул, что первоочередной задачей является комплексное благоустройство 21 микрорайона. Традиционно в нашем округе будет обновлено 50 детских площадок. Адресный перечень половины определит администрация, другую половину – жители. Принять участие в голосовании можно на портале Добродел до 27 октября. Результаты станут известны в начале следующего месяца. Завершилась встреча обсуждением реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов 2016-2017 годов. Мы, как всегда, с капитальным ремонтом переходим плавно в осень, в зиме ближе, и люди жалуются, что раскрыты сегодня контуры, недоделанная работа, которая требует именно производства в период летний. И мы даже не знаем, чем им отвечать. Организация СК-2000, которая является организацией исполнительной работы, значит, да, действительно, имела ряд финансовых проблем от нас. То есть мы не могли ей своевременно оплатить денежное средство на выполненных работах, в том числе и на ваших объектах. Вот. С чем это связано? Третье всего, с неправильной структурой подхода к исполнению работ, неправильным планированием работы. В период особо опасный по заливам начинает скрываться кровли. В прошлом году, осенне-зимний период, жители сразу нескольких многоквартирных домов встретили в прямом смысле без крыши. В этом году ситуация не так критична, но задержки по выполнению работ все же имеются. По 2016 году пишите, что в этом году, я не знаю, есть ли смысл туда входить, доделывать те работы, которые не выполнены, вы должны определиться. По кровле такой-то конкретно предлагаем ее сделать, доделать в этом году, поскольку она раскрыта и требует немедленного вмешательства. Понимаете, о чем я сейчас? Да. По кровле такой-то, которая раскрыта, но сделать ее невозможно будет до конца года, перенести исполнение работы на следующий год. А по кровлям, которые не начаты, провести новые конкурсные производства. Такое письмо. Хорошо. И начать работы не позже мая месяца следующего года. Анна Раченкова, Андрей Капустин. Информационная программа. День. Обеспечение безаварийной работы коммунальных служб, особенно в зимний период, процесс долгий. Годами отрабатываются необходимые навыки и осваивается новое техническое оборудование. Смотр готовности аварийных бригад и их оснащение спецтехникой состоялся на территории Матищинской теплосети. Смотр есть смотр. Сюда выставляют самое лучшее. Даже спецоборудование на случай чрезвычайных ситуаций. На такой случай предназначены целых два аварийно-спасательных образования. Санитарный пост и звено радиохимической разведки. Хотя применять их у нас еще ни разу не приходилось. Поэтому более актуально оборудование, которое может действительно потребоваться в любую минуту в любом из многоквартирных домов. Бомбы, а идут, как раз, это что такое? Это компрессор. Компрессор? Никто из дома бывает. Но это когда подготовка идет. Тут свой технологический процесс. Управляющим компаниям частенько ставится в вину, что они не так быстро справляются даже с небольшими аварийными ситуациями. Но для этого и идет постоянное технологическое обновление. Очень важное дело посмотреть именно аварийные бригады. Как они быстро могут реагировать и как они оснащены техникой. И для себя понял, что, конечно, их надо отдельно рассмотреть по поводу состава этой комплектации. Может быть, им помочь в том, чтобы закомплектоваться получше и по современнее оборудование взять. Впрочем, сравнивать с тем, что было несколько лет назад, не приходится. Тогда аварийных вызовов ежесуточно были десятки. Сегодня редкие единицы. Это же многолетний труд приводить в порядок хозяйство коммунальное. И в домах, и внешние теплосети, и водоканал проводит много работ. Поэтому аварийные бригады лучше бы они вообще не работали. Но они работают и работают в плановом порядке по обслуживанию оборудования инженерных сетей. Но в любой момент готовы выехать на экстренный вызов. Экстремальные условия бывают. Но имея эту технику и подготовленный персонал, все неисправности устраняются, а жители не замечают этого. Так в идеале и должны работать аварийные службы. Обычное устранение технологического сбоя не отражается на жизни многоквартирных домов. И в последние годы таких случаев аварий вспоминаются все меньше и меньше. Сергей Берзин, Константин Химичев, информационная программа «День». В издательском доме «Аргументы и факты» состоялась пресс-конференция руководителей подмосковных Министерства энергетики и Госадомтехнадзора. Несмотря на загадочное название «Светлый город. Победа над тьмой», тема знакома каждому жителю региона. Освещенность наших улиц, дорог и социальных объектов. Продолжит Анна Раченкова. Тема наружного освещения входит в топ-5 самых обсуждаемых на подмосковном интернет-портале «Добродел». За 9 месяцев текущего года только в категории «Госадомтехнадзор» оставлено более 9 тысяч сообщений о недостаточной освещенности того или иного объекта. Татьяна Витушева, руководитель «Госадомтехнадзора» Московской области, отметила, что согласно губернаторской программе «Светлый город», ее ведомство ведет беспрецедентную работу в этом направлении. Проведенный недавно опрос среди населения всех муниципалитетов дал полную картину. 39% жителей требует улучшить освещенность дворов, 38% улиц и тротуаров, 32% просят добавить света на детских и спортивных площадках. Подводя итог разговора с людьми, нужно сказать, что все-таки в общем и целом мы сводимся к тому мнению, что налицо хорошая динамика и позитивные изменения в освещенности наших муниципалитетов, о чем нам говорят жители. И таких темпов обновления не было никогда в Московской области, которые не начались в последнее время. Татьяна Витушева подчеркнула, сократилось количество жалоб, связанных с содержанием объектов освещения. Здесь, как показывает практика, все зависит от электросетевой компании, работающей в районе. В 2017 году в рамках спецоперации «Свет» инспекторами Госдомтехнадзора было выявлено 413 нарушений. И это в два раза меньше, чем в прошлом году. Министерством энергетики в 2017 году были утверждены, это, по-моему, единственный субъект во всей стране, где отдельно утверждены нормы освещенности территории Московской области. Все эти нормы внесены в закон о благоустройстве, более того, в КААП Московской области, по которой работает Госэмтехнадзор, введена статья за недостаточную освещенность территории или же за переосвещенность территории. Для реализации этого вопроса, хорошо сказать, легко написать, но как это все воплотить, для нас, Министерством энергетики, было приобретено новое абсолютно оборудование в виде люксметров и аркометров. Работа с новыми техническими помощниками началась в середине сентября, и на сегодняшний момент на территории области ликвидировано уже 60 темных зон. В Подмосковном министерстве энергетики, по словам руководителя департамента Леонида Неганова, работа проводится в двух направлениях. Создание новых сетей и модернизация старых линий и светильников, которые, по данным, на начало года заменены уже на 80%. Я, конечно, согласен с Татьяной Семеновым, что тот объем, который делается в текущем году, он беспрецедентный, ни в один предыдущий год, даже близко таких объемов по модернизации и строительству новых сетей освещения не было. Надо на этом этапе обязательно отметить, что те объекты, которые у нас попали в план работы этого года, они делались, безусловно, в четкой корреляции, в четкой сверке с пожеланиями жителей. В ходе своего выступления Леонид Неганов отметил муниципалитеты-лидеры, в их числе и городской округ Мутища. А это город Мутища, организация программы «Светлый город» по реализации социально значимых проектов, проектов, которые изменят отношения жителей к священию, на голосование, прошедшим на факторе этого отдела для реализации архитектурной подсветки жителей Мутища. Здание Мутищинского дворца Крымилы Яуза, памятник подруга улегчих Мутищинского аэроклуба, памятник Мутищинскому водопроводу и занятия профессии. Среди задач программы «Светлый город» сделать наш регион самым светлым в стране. В первую очередь необходимо подтянуть районы-аутсайдеры. Среди них «Звездный городок», «Электросталь», «Красноармейск», «Орехово-Зуевский» и «Щелковский» районы. Сделать это можно только общими силами, поэтому участники сегодняшней пресс-конференции призвали жителей давать обратную связь и вместе контролировать состояние освещенности подмосковных дворов и улиц. Анна Рощенкова, Денис Петров, информационная программа «День». С июля 2016 года мытищинское предприятие «Открытое акционерное общество «Метровагонмаш»» возглавляет Борис Богатырев. Опытный управленец вел некоторые новшества, которые весьма положительно отразились на деятельности предприятия. Сейчас идет работа по исполнению сразу нескольких контрактов на поставку и ремонт вагонов. Налажены тесные связи с международными партнерами. Да и впереди еще много работы, ведь в планах московских властей обновление столичного метро. Об этом и многих других аспектах жизни завода, которому в этом году исполнилось 120 лет, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Актуальное интервью». Борис Юрьевич, этот год для всех заводчан юбилейный. Какие изменения произошли на предприятии за последнее время? Этот год для нас действительно знаменательный. 120 лет заводу. Мы очень хорошо подготовились к нашей дате. В мае месяце, во-первых, для нас очень важное событие было, посетил наш завод губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, который осмотрел производство и остался очень довольным нашим производством. И тем более мы презентовали в этом году нашу продукцию на госсовете, который проходил в Ульяновске 22 сентября, где присутствовал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он также посмотрел нашу продукцию. И Андрей Юрьевич еще раз подтвердил, что в этом году он побывал на нашем предприятии и считает, что метровагон наш является одним из лучших предприятий Московской области. И для нас это важно. Что касается подготовки к юбилею, мы подошли к юбилею с хорошими показателями, с хорошими событиями. Первое – мы создали музей завода. И было торжественное открытие, которое у нас хорошая история. И мы постарались в этом музее полностью от начала деятельности завода до сегодняшних дней показать все достижения завода на всех этапах своего развития. Второе, я считаю, знаковое событие – мы открыли новую медсанчасть на заводе, которая современная, с оборудованием. И наши работники, да и ближайшие жители пользуются и очень довольны. Третье, что мы постарались сделать – это, естественно, привели и территорию в порядок, цеха, производство. У нас сейчас очень современная, красивая цеха. Мы открыли новый санитарно-бытовой комплекс на 300 работников, который, в общем-то, как я говорю, даже пятизвездочная гостиница может позавидовать. Поэтому, в общем-то, мы хорошо подготовились, и завод сейчас идет вперед. Как реализуется международное сотрудничество? В каких странах предпочитают мутищинские вагоны? Ну, во-первых, у нас успешно реализуется контракт с Венгрией. Мы ремонтируем для венгерского метрополитена вагоны. Мы их не просто ремонтируем, а проводим глубокую модернизацию вагонов. Практически приходят в ремонт вагона, а уходят практически новые вагоны. И на сегодняшний день мы уже поставили в Венгерскую республику порядка 17 поездов. 17 поездов и введены в эксплуатацию 15. Вот в ближайшее время еще два поезда введем. Буквально в сентябре месяца подписан контракт с Кубой на поставку в период с 2018 по 2020 год 23 дизель-поездов. Поэтому мы, в общем-то, не только на внутреннем рынке, но и работаем на международный рынок. И, я думаю, в перспективе у нас контракты с Ираном, с Польшей. В общем, наши продукции востребованы. А как обстоят дела на внутреннем рынке? Мы основной поставщик вагонов метро, естественно. И два больших контракта мы реализуем сейчас. Это с Москвой. Все знают, все очень довольны. И жители Москвы, и гости. Новые наши поезда «Москва», которые успешно уже курсируют в Москве. В этом году 264 вагона мы поставим. Уже 20 составов введены в эксплуатацию. И в дальнейшем у нас контракт по 2020 год по 260 вагонов. Кроме этого, значит, мэр Москвы Собянин подтвердил, Сергей Семенович, что Москва планирует закупить дополнительно еще полторы тысячи вагонов. То есть завод будет бить рекорды. Более 500 вагонов в год мы будем изготавливать только для московского метрополитена. Далее мы совместно с Октябрьским заводом, который находится в Санкт-Петербурге, изготавливаем для питерского метрополитена вагоны. Тоже такой очень интересный, серьезный контракт. Ну и не забываем малые наши метрополитены. Сейчас подпишем договор. Прошел тендер для Нижнего Новгорода, 23 вагона. Это все для, я думаю, будет для Екатеринбурга подписан контракт, потому что все метрополитены готовятся к предстоящему чемпионату мира по футболу. Ну и завод старается удовлетворить все потребности. Поэтому работа есть. Борис Юрьевич, в чем существенное отличие вагонов нового поколения Москва от его предшественников? Ну, уже, наверное, рассказывать, я думаю, не нужно, потому что многие ездят в этих вагонах. Они принципиально отличаются, они современные. И я могу сказать, что они не только не уступают мировым аналогам, а по некоторым позициям и превосходят. То есть там все есть. И система кондиционирования, информативное табло. Значит, имеются даже для зарядки мобильных телефонов места. В общем, мы поменяли освещенность, расширили дверные проемы. Ну, в общем, современные вагоны больше установили поручней. В общем, вагоны очень хорошие. Как производственная часть справляется с такими масштабными заказами? Ну, естественно, идет модернизация, мы закупаем оборудование. Вот сейчас к нам поступили две камеры. Одна камера на дробиструйной окраске, вторая очистки, я извиняюсь, подготовки окраски. Производство Германии, значит, на инвест-программу значительно выделяются средства. И следующий год более 100 миллионов мы планируем также инвестировать в развитие производства. Мы не стоим на месте. Борис Юрьевич, какое внимание на Вашем предприятии уделяется кадровому составу? Мы внимательно к этому относимся. Стараемся, чтобы были молодые, энергичные кадры. Но при этом ветеранов тоже поддерживаем. Мы, в общем-то, тот опыт, который ветераны имеют, и я так провожу политику, чтобы они передавали молодежи. Ну, естественно, и следим за зарплатой. На сегодняшний день средняя зарплата 70 тысяч, я считаю, она одна из самых высоких не только по предприятиям холдинга, а даже и по Московской области. Какие меры поддержки существуют для заводчан? Мы содержим и вкладываем и в детские сады. У нас три детских садика, очень хорошие детские сады. У нас два пионерлагеря. Один находится в Московской области, второй в Крыму. И, в общем-то, пользуются не только наши работники, а еще мы по предприятиям холдинга распределяем путевки и дети наших сотрудников с большим удовольствием. У нас и психожитие, которое мы тоже предоставляем нашим сотрудникам. Поэтому социальную сферу ни в коей мере мы не уменьшаем, а наоборот стараемся поддерживать и развивать, и вкладывать. Вошло в традицию два раза в году, осенью и весной мы проводим субботники. Люди идут как на праздник. При этом мы еще помимо субботника поработаем, делаем плов. Это очень такая интересная. Вели день открытых дверей. Семьями все... Ну, вот у нас был день открытых дверей, по-моему, 800 человек было. 800 человек. Мы допускаем, что дети видят, какие вагоны родители. Ну, в общем, все получают очень максимальное удовольствие, я считаю. Вот эту традицию, вот то, что мы вот начали, будем поддерживать. Борис Юрьевич, каким вы видите свое предприятие через пять лет? Какие задачи ставите перед собой и коллективом? Ну, первое. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Я всегда говорю, если мы скажем, что мы самые лучшие или мы все сделали, нам надо уходить на пенсию. Но я сказал, у нас коллектив молодой, поэтому до пенсии нам далеко. И мы должны развиваться. Первое, мы должны развиваться в нашей продукции. Вот буквально на этой неделе департамент транспорта Москвы подали предложение о рассмотрении, какой город хочет видеть следующий подвижной состав нашей разработки. Мы планируем, что к 2019 году мы должны разработать, изготовить следующий подвижной состав, который должен быть более современный, интересный. И мы должны идти много со временем. И не догонять наших там конкурентов западных, а пережать по многим позициям. То есть я такую задачу поставил перед коллективом, и я думаю, мы успешно выполним. А то, что касается по производству, естественно, развития, технического перевооружения. В общем, во всем мы должны не догонять, а пережать и быть первым заводом во всем. Охрана учреждений образования – это особая задача для представителей вневедомственной охраны. Школьники должны находиться в полной безопасности, а правоохранители должны уметь среагировать незамедлительно при возникновении непредвиденной ситуации. Мытищинская вневедомственная охрана всегда находится на страже порядка и безопасности. Смоделируем ситуацию, когда одним осенним днем некий злоумышленник решил провести в действии план нападения на объект учреждения образования. Выбрав определенную школу, начал воплощать свой план в жизнь. Прежде он аккуратно осмотрел территорию школы. Убедившись, что на улице никого нет, попытался подойти поближе и заглянуть в окна здания. На голове у подозрительного мужчины капюшон, под которым он пытается скрыть свое лицо. Но попытки проникнуть внутрь здания не увенчались успехом. В учебном заведении находится охрана, которая вовремя сообщает о подозрительной личности сотрудникам вневедомственной охраны, нажав тревожную кнопку. Школа – это дети, это повышенное внимание, поэтому, как и все образовательные учреждения, оборудованы тревожными кнопками. И на любое сообщение о сработанной сигнализации прибывает наряд вневедомственной охраны и уже на месте выясняют результаты причины сработки. Если есть правонарушитель, соответственно, их задерживает и уже действует по обстановке. Как вы уже поняли, сотрудники вневедомственной охраны проводили учения. Выбрав для этого частную школу в поселке Нагорное, городского округа Мытищи. А учение – это полная отработка действий правоохранителей. Поэтому все так, как и должно быть в аналогичной ситуации. Их задача – задержать преступника. Стоять, полиция! Это бывают и такие, что пытаются в школу проникнуть с целью кражи, какие-то хулиганские побуждения. И такие были случаи. Просто они не настолько массовые, но они были. Соответственно, и, к счастью, задерживались люди. Ничего крупных СЧП допущено не было. Подобное учение проводится службой вневедомственной охраны на регулярной основе. Обеспечение безопасности образовательных учреждений – сверхважная задача. Последние школы, которые ввели в эксплуатацию, 32-я, 33-я буквально на днях мы приняли под охрану. Поэтому сейчас еще, опять же, все школы новые, они оборудуются не только тревожными кнопками, они оборудуются всем комплексом обеспечения безопасности. Туда включается и видеонаблюдение, туда включается система контроля доступом. Поэтому и старая школа потихонечку тоже уже оборудуется более современными системами. Я думаю, что не так много времени пройдет, все школы будут оборудованы. И будет единый подход к обеспечению безопасности. Алла Сталаева, Константин Химичев, информационная программа «День». На пленарном заседании общественной палаты городского округа Мытища были рассмотрены основные направления работы общественных организаций в осенние месяцы. А именно, участие в антимусорных рейдах и в очистке Пироговского лесопарка. Главное – отработать эффективные пути взаимодействия общественных и муниципальных организаций по этим направлениям. За несколько месяцев работы обновленного состава общественной палаты накоплен первый практический опыт по экологическим проектам. Что удается лучше, а что нет и почему. Есть запрос общественности на сотрудничество с муниципальными организациями по наведению порядка в том же Пироговском лесопарке. Есть и встречное движение. Мы обратились бы к общественности, чтобы они приходили. У нас уже целая инициативная группа приходит на сегодняшний день, по выходным приходят, убираются. И у нас своя бригада в постоянном режиме постоянно приходит, убирает, собирает мусор, вывозит. Мы сделали контейнерную площадку основного входа со стороны улицы Колпакова, куда жители сносят сейчас уже мусор. Приходите, ради бога, мы ждем всех. Совместные усилия всегда более эффективны, особенно когда существует законодательное разночтение. Кто несет ответственность за ту или иную территорию и стихийные свалки на ней? Земли государственные, неразграниченные, подчеркиваю. Кто будет убирать эту свалку? Мы вывели с вами. То есть вопросов-то очень много появляется. И эти вопросы мы с вами должны задавать и сами себе, и людям, которые живут рядом с нами, ну и, естественно, власти. Вопросы и к людям, и к власти давно назрели, но в инициативном порядке общественные организации готовы и к сотрудничеству, и к предложениям, ранее не рассматривавшимся. Для того, наверное, и существует общественная палата, вы представляете общественность, что мы можем или вы можете обращаться с законодательные органы, если не с законодательной инициативой, хотя бы с предложением внесения изменений в законодательство. Какие из них приживутся, покажет время. Главное, что есть площадка, где можно их опробовать. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». В 10-й школе городского округа Матища состоялось окружное родительское собрание. Речь шла о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. В порядке сдачи экзаменов появились новшества, о которых родителям выпускников рассказали представители управления образования. Рабочий день подошел к концу. Среда, вечер, а в 10-ю школу спешит народ. Спустя несколько минут в актовом зале образовательного учреждения уже яблоку негде упасть. А как иначе? Ведь тема встречи для собравшихся самая волнующая. Еще, казалось, совсем недавно их дети отправились в первый класс, а теперь все эти папы и мамы родителей выпускников. Не секрет, что итоговые экзамены – стресс для всех – детей, их родителей и самих учителей. Поэтому в начале учебного года проводится собрание для родителей всех школ округа, на котором подробно представители управления образования рассказывают алгоритм сдачи экзаменов, знакомят с правовыми документами аттестации и, конечно, отвечают на вопросы родителей. Русские математику 9-классники будут сдавать обязательно, и два предмета могут выбрать по желанию. Но не обошлось и без нововведений. Теперь к подготовке к допуску государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования ребятам будет необходимо сдать устное собеседование по русскому языку. И только на основании этого ребята будут допущены к экзаменам. У 11-классников из обязательных остается «Великий и Могучий» и, конечно, «Математика». Остальные предметы ребята выбирают сами. Уже 6 декабря они напишут сочинение, которое является допуском к итоговой аттестации. И тут тоже пока без изменений. Оценивается оно, зачет, не зачет. Если в плане оценки можно немного успокоиться, то вот над направлениями выпускного сочинения самое время начать размышлять. Тем более, что темы в нем будут рассматриваться не детские. Верность и измена, равнодушие и отзывчивость. Цели и средства, смелость и трусость человека и общества. Но педагоги уверены – школьники с поставленными задачами справятся, а они всегда будут готовы все разъяснить и помочь. Тот ребенок, который учится, тот ребенок, который выполняет домашние задания, тот ребенок, который выполняет рекомендации учителей, экзамен обязательно сдаст. У нас все дети очень послушные, очень ответственные. И мы верим в то, что экзамен они обязательно сдадут. Дарья Линская, Андрей Капустин. Информационная программа «День». На прошлой неделе мытичинские любители баскетбола были вознаграждены за свою самоотверженную и горячую поддержку. Теперь уже точно нашей команды «Химки». В матче с Валентией химчане одержали победу со счетом 75-70. Затем победа над Пармой – 106-69. А уже 20 октября нас ждет захватывающая игра с серьезнейшим соперником – литовским «Жальгересом». Готов ли клуб «Химки» к еще одной блестящей победе, узнавала Анна Раченкова. За моей спиной идет тренировка баскетбольной команды «Химки». Спортсмены готовятся к важной встрече. Их соперник – одна из сильнейших команд Европы – литовская «Жальгерес». Усложняется встреча и тем, что обе команды базируются на одной спортивной школе – советской. Завтра на этом паркете они выяснят, кто сильнее. Егор, как оцениваете завтрашнюю игру? Все-таки считаете, кто сильнее – «Жальгерес» или «Химки»? Надеемся, что мы. А также, хочу сказать, что сильны просто все команды Евролиги. И мы на своей площадке должны отстаивать свои кольца, своих болельщиков. Мы должны выигрывать. И, конечно же, будет тяжело, но мы обязаны выигрывать у себя дома. Хотим продолжать на той же волне и продолжать победную серию. Пользуясь случаем, хочу, конечно же, пригласить болельщиков на матч. Будет отличная, увлекательная игра и интересная. Отличный соперник, литовская команда. У них очень хорошая школа, отличные игроки, много снайперов. Я думаю, что будет непростой матч. Мы Тища как встречают? Отлично вообще. Был полный стадион. Мы чувствовали поддержку болельщиков. Было очень приятно, что почти полный зал был. Хочется побеждать. Тем более приходится только болельщиков. Спасибо им большое. Очень приятная поддержка. Много людей пришло на прошлом матче Евролиги. И поэтому хотелось бы, чтобы так же всегда было. То есть будем радовать своей игрой. Да, обязательно приходите завтра на игру. Поддержите нас, пожалуйста. И мы будем играть для вас. Не пропустите одну из важнейших встреч в серии Евролиги «Химки» против «Жальгерес». Здесь, на арене Мытища. Завтра в 20.00. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды и важная информация в рубрике «Телетайп». Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте Первого Мытищинского. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Все мы разные. Одинаково любим спорт. Но одинаково любим спорт. Субтитры создавал DimaTorzok Если он меня будет спасать, то его тоже собаки могут укусить. Не хочу, где собаки гуляют, где дети. Не ставь в холодильник горячее блюдо. Еду охлаждать нелегко ему будет. И с этой минуты, запомни, пойдет электроэнергия и перерасход. А если ты свой холодильник оставишь надолго открытым, то снова заставишься двойной силой трудиться его. Полезного в этом опять ничего. Из этих примеров наглядных простых многие сделали вывод. А ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые жители городского округа Мытищи! Обращаем ваше внимание, что оказание услуг по распространению сигналов программ телевизионного вещания по кабельной муниципальной сети связи на территории городского округа Мытищи осуществляет МУП развития инфраструктуры Мытищи. На это же предприятие возложена обязанность по осуществлению сбора абонентской платы с пользователей кабельного телевидения. Между МУП развития инфраструктуры Мытищи и расчетными организациями, которые производят сбор коммунальных платежей, заключены договоры, на основании которых расчетные организации осуществляют сбор абонентской платы с пользователей кабельного телевидения от имени МУП развития инфраструктуры Мытищи. Поэтому жителям необходимо оплачивать услуги связи для целей кабельного телевизионного вещания по квитанциям, полученным от своих расчетных организаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Уважаемые налогоплательщики! НФНС России по городу Мытищи начала рассылку единых налоговых уведомлений на оплату земельного, транспортного налога и налога на имущество физических лиц за 2016 год. Имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2017 года. Внимание! Уведомления на бумажных носителях по почте получат не все налогоплательщики. В соответствии с поправками в налоговом кодексе, граждане, получившие доступ к сервису личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, налоговые уведомления на бумаге по почте получать больше не будут, а будут видеть информацию в своем личном кабинете. Администрация городского округа Мытищи сообщает, что снабжение жиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения по регулируемым ценам осуществляет общество с ограниченной ответственностью Пушкинская газораздаточная станция, находящаяся по адресу Московская область, Пушкинский район, сельское поселение Тарасовская, поселок Лесные поляны, улица Новая, владение 7А. Контактные телефоны 495-993-419 и 495-749-9504. Доставка газа, газовые баллоны. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые Мытищинцы, появился телефон горячей линии по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи или ВМП. Его вы видите на своих экранах 8 800 550 50 30. К вашим услугам. Консультация по вопросам оказания ВМП, проверка статуса талона на ВМП. Контактную информацию вы найдете также на сайтах. Контактную информацию вы найдете. Контактную информацию вы найдете.